Вот уже более ста лет насчитывает история средней школы в селе Ома. Сегодня это образовательное учреждение входит в число самых успешных российских школ. Регулярно принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах. О буднях сельского дома знаний расскажет Александра Литкова. Добрая, веселая, внимательная. Именно так чаще всего отзываются от своем любимом учителя сельские ребята. Классной мамой для первоклассников Омской школы стала Ольга Хвостунова, учитель начальных классов с 30-летним стажем. Мне нравится, тогда мы гуляем с ней. Мне нравится еще урок с ней, тогда мы рисуем. Уроки не как в садике, тогда мы не до пяти ходим. И мне нравится особо, тогда мы ходим в спортзал. Там много места и есть где поиграть. Приезжего специалиста в первую очередь удивило количество учеников в классе. Больше десяти здесь редко бывает. Как говорит педагог, в этом есть свои плюсы. Есть возможность уделить внимание каждому, помочь каждому, более индивидуально подойти в работе к заданиям, которые ты даешь детям. Поэтому, естественно, плюсы есть и там, и там, когда и много детей есть свои плюсы и минусы. И здесь то же самое. Особенно, когда ты работаешь индивидуально. Вот здесь возможности больше, когда класс малочисленный. Педагоги из других регионов страны охотно едут в небольшое заполярное село. Вот Евгений Шарин, уроженец Кирова, после окончания вуза и трех лет работы в родном городе, решился на переезд в Ненецкий округ. Уже три года преподает историю и общество знания в Омской школе. Встретили очень хорошо, душевно. То есть в аэропорту встретили, накормили, показали, где буду жить. Коллектив у нас очень такой сплоченный, дружный, в принципе. Школа хорошая, новая. То есть такое оснащение школы, как в ОМИ, я не во всех кировских школах больших видал. То есть у нас у всех есть в кабинетах интерактивные доски, проекторы. В плане учебников, каких-то методических материалов никогда не было недостатка. То есть все есть. Надежда Рушникова тоже приехала в ОМИ в далекой молодости. 45 лет ее трудовой деятельности прошли в этой сельской школе. Сначала приехала я сюда, когда молоденькой. Работала пьянеоружатой. Потом я работала воспитателем в интернате, заведующей интерната, в группе продленного дня. Ну и потом уже учителем. Ну уже давно учителем работаем. Поэтому выпусков было много уже. Ученики Омской школы регулярно становятся призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. За последние годы учреждение выпустило более десятка медалистов. Она все хорошо, конкретно объясняет, дает формулы понятные. Примеры приводит? Да. Еще любимый предмет – география. Там тоже случаи жизни приводятся. Прививает любовь к физике омским старшеклассникам Людмила Болтовская, которая вернулась в родную школу после обучения. Она же директор учебного заведения на протяжении 13 лет. Сейчас здесь трудятся 19 педагогов. У большинства – высшая и первая категория. У нас все специалисты. Каждый ведет тот предмет, на который он выучился. И мы этим очень гордимся. Мы очень это ценим, потому что специалистов в свой коллектив мы привозим практически со всей России. У нас работают люди из Омска, из Алтайского края, из Башкирии люди работают, Кировская область. И вот все они к нам приезжают по нашему приглашению. Мы долго их выбираем, очень большие переговоры ведем, длительные. Несмотря на отдаленность от окружной столицы, учебное заведение тесно сотрудничает с ресурсным центром добровольчества, молодежным центром и другими организациями, а также со школами других регионов. Нашим детям просто надо вот это общение. Мы тут как бы в своем котле варимся, поэтому нам немножко вот этого общения не хватает. И мы очень хотим вот подружиться с разными школами. Вот буквально сегодня мы вот, у нас завязался такой проект, дружим классами. Вот нам предложили поучаствовать в проекте, подружиться с классом с Ямало-Ненецкого автономного округа. Вот я классно-руковедитель в 6 классе, и 6 класс Ямало-Ненецкого автономного округа. Тоже мы буквально сегодня уже с ними подружились. Количество наград и грамот в фойе школы говорит о многом. Все это заслуга и учеников, и коллектива учреждения. Как признаются педагоги, главное для них дать не только отличные знания, но и воспитать успешных людей, востребованных в любых сферах деятельности. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.